Вячеслав является владельцем магазина по продаже запчастей. Мужчина отметил, что его бизнес сейчас испытывает серьезные трудности. Практически месяц торговая точка была закрыта. Сейчас каждый клиент для предпринимателя очень важен. С конца марта где-то, получается, как вели карантин. Все, потом как бы разрешение в ЭКИМАД давали, но как бы запрет действовал. Поэтому только вчера, 28 апреля, получается, ради послабления дали, вот начали работать с соблюдением всех, как говорится, условий, антисептик. Людей не так много, да? Нет, людей как бы... Ну, заходят как бы в любом случае организации там потихоньку тоже. Кто-то работали до этого строительные крупные фирмы. Поэтому как бы пока так. Отметим, что все решения по закрытию объектов предпринимательства принимались главным санитарным врачом региона на основании текущей эпидемиологической ситуации. Карантин будет ослабляться постепенно. Разработан график, по которому организации должны приступать к работе. Различные сферы, в том числе сферы торговли, промышленные предприятия. То есть начал ходить общественный транспорт. То есть ожидается, что с 4 мая будут также введены послабления для социальных услуг. То есть в том числе и парикмахерские, отдельно стоящие торговые непродовольственные магазины. То есть тоже будут ожидать, что будут даны разрешения на данные виды деятельности. В Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития отметили, что свыше 12 тысяч предприятий региона освобождены от уплаты налогов. Также в период действия режима чрезвычайного положения бизнесмены получат 2 миллиарда тенге в виде льготных займов.